За два месяца работы Одинцовского каворкинг-центра «Старт» в этом рабочем пространстве уже появились постоянные клиенты. Как отметил управляющий партнер компании «Рэгрупп» Рамиль Мухтасаров, спектр оказываемых услуг увеличивается. Если раньше речь шла о бухгалтерских и юридических направлениях, то сейчас ведется активная работа по запуску целых серий мероприятий, связанных с развитием бизнеса и поиском команд, которых можно привлечь к софинансированию. Примерно два раза в неделю в конференц-зале каворкинга проводятся образовательные мероприятия для предпринимателей, так называемые форматные творкинги. Это мероприятие, которое сегодня будет направлено на то, чтобы развивать спектр услуг, которые будут оказываться молодым предпринимателям и начинающим командам в каворкинге. Здесь мы специально позвали все институты развития Московской области, которые будут оказывать системную поддержку бизнеса. Это торгово-промышленная палата, это общественная организация «Опор России», «Деловая Россия», фонд микрофинансирования, конечно, министерство инвестиций, инновации администрации города. На семинаре было подписано партнерское соглашение между каворкинг-центром «Старт» и торгово-промышленной палатой Московской области. Я с удовольствием увидел в ближайшей перспективе те точки, где будут открываться новые каворкинг-центры. И приятно видеть, что следом за Одинцова последует ряд наших муниципалитетов, где тоже существуют торгово-промышленные палаты. Взаимодействие будет уже в рамках нашего сегодняшнего соглашения осуществляться. Заместитель руководителя администрации Одинцовского района Павел Кондратский добавил, что в рамках дальнейшего развития каворкинга в «Старте» для представителей бизнеса планируется создать отдельное окно МФЦ. Заместитель министра инвестиций, инноваций Московской области Надежда Корисалова уверена, что поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из ключевых задач на федеральном и региональном уровнях. Только на модернизацию уже подано 328 заявок на сумму 901 миллион. Сегодня в рамках этого семинара на площадке каворкинг-центра мы собираем эти все объекты инфраструктуры и будем рассказывать бизнесу о том, кто ему может помочь, о том, какие субсидии есть в рамках мер государственной поддержки малого бизнеса. И кроме этого к нам присоединится корпорация малого и среднего бизнеса федерального уровня, в которой тоже сейчас реализуется очень много проектов. Замминистра добавила, что скоро для получения субсидий будет объявлен конкурс для социально ориентированных участников частных детских садов, центров времяпрепровождения, народно-художественных промыслов и других компаний. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.